Химки назвали самым умным городом в России с населением до 1 миллиона человек. Городской округ обошел Тюмень и подмосковную Балашиху. Соответствующий список опубликовал Минстрой, который оценивал более 200 городов по всей стране. Индекс рассчитывался по 47 показателям. Среди них развитие инфраструктуры сетей связи, внедрение цифры в ЖКХ, цифровые услуги в медицинских и образовательных учреждениях. О том, по каким критериям Химки оказались умнее других городов, рассказал замглавы администрации Химок по промышленности и инвестиционной политике Родион Левочка. Минстрой назвал самые умные города России. Химки попали в список городов с населением до 1 миллиона. Скажите, как удалось добиться таких результатов? Ну, во-первых, я хочу сказать, что это второй раз или второй год, когда Минстрой подводит такие итоги. И мы повторно занимаем первое место в нашей категории. В этом году мы улучшили нашу позицию на 2% в баллах рейтинга и сохранили лидерство. Сам по себе рейтинг оценивает степень претворения в жизнь цифровой трансформации во всех отраслях жизни города. И вот то количество баллов, которые мы получили, оно характеризует, насколько мы перевели в новые инновационные формы процессы городского управления. О каких сферах можно говорить? Вот что это? ЖКХ, социальное обслуживание? В конечном итоге умный город предполагает перевод в цифровой вид всех отраслей, начиная от ЖКХ и заканчивая транспортом. В нашем случае у нас большие успехи в цифровизации, в создании платформы Добродел, которая позволяет налогить диалог с жителями, когда в онлайн-формате практически любой житель может заявить о существующей проблеме и отслеживать, как она будет решаться. На этой же платформе проводится онлайн-голосование по тем или иным вопросам, и они дают возможность жителям самим решать, какая улица будет в следующем году включена в программу освещения, какой двор будет благоустроен. Кроме того, процесс цифровизации идет и в оказании государственных услуг. Многофункциональный центр оказания госуслуг, мои документы, в Химках традиционно занимает лидирующие позиции среди МФЦ Московской области. В этом году, в этом рейтинге мы увеличили количество государственных, муниципальных и региональных услуг, которые оказываются в электронном виде, и мы достигли уровня 250 услуг в электронном виде из 350 общего количества государственных услуг, оказываемых в многофункциональном центре. Иногда, правда, окончательный продукт оказания этой услуги имеет физический носитель, например, водительское удостоверение, но оформить заявку, записаться на прием уже можно в электронном виде. Получение таких документов, как выписка, из единого государственного реестра недвижимости или реестра юридических лиц тоже получается в электронном виде. Ну вот, например, мы сейчас находимся в муниципальном центре управления регионом. Несмотря на то, что в каждом муниципалитете Московской области такие МЦУРы существуют, наш заслуженно признается одним из лучших и наиболее системно работающим. Наибольшее количество обращений у нас обрабатывается, и в рейтинге МЦУРов Московской области мы тоже занимаем достаточно высокие позиции. Каждый год обязательно проводится голосование, оно делается на портале Добродел. Там есть несколько тематик, в частности, это выбор дворов, в которых проводится благоустройство, ремонт подъездов по губернаторской программе, ремонт подъездов, освещение улиц и ремонт дорог. Естественно, объем средств, которые можем потратить, на это ограничен. Поэтому мы стараемся делать эти проекты именно в тех областях, где они наиболее востребованы. И оцениваем эту востребованность через голосование, в котором может принять участие любой житель городского округа Химки. Именно по этому принципу они выбираются. В 2019 и в 2020 году именно на этих принципах формировались адресные программы по ремонту и благоустройству. И именно этот принцип заложен в плане на 2021 год. Победа в данном случае Химок или лидерство Химок обусловлено тем, что мы всегда проявляем инициативу и в инициативном порядке выступаем пилотными площадками для проведения тех или иных инноваций. Например, по итогам 2020 года мы входим в число пилотных зон, где проводится в электронном виде голосование общих собраний собственников. Не на всех территориях такое возможно, а у нас уже более сотни, даже более двух сотен домов имеет такое возможность. Что касается экологии, практически нигде нет систем мониторинга частоты воздуха и воды. В этом направлении что-то будет какое-то развитие у нас? Действительно, вопрос экологии, он комплексный и сложный в решении, особенно вопрос цифровизации этих процессов. Пандемия каким-то образом повлияла на цифровизацию Химок? Пандемия внесла свои коррективы и в целом она стимулировала переход в большей степени в онлайн и ускорение этих процессов. Мы увидим результаты, реальные результаты сможем оценить, когда будет подведен в следующий раз итог, но мы рассчитываем сохранить лидерство и укрепить свои позиции в этом отношении. Редактор субтитров А.Семкин